приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о подарках говорим о том какие подарки не стоит дарить и сами пожалуйста обращайте внимание на то какие вам дарят подарки потому что именно эти подарки вашу жизнь могут принести несчастье беды и проблемы давайте вместе с вами будем разбираться далее все в этом видео обязательно досмотрите это видео до конца вы знаете редко возможно найти человека который не любит подарки и кажется что их обожают наверное все люди без исключения и вы знаете это нормально потому что подарок это внимание которое связано и с любовью и заботой подарки как и вещи которые нас окружают наделены определенной энергетикой как положительная так и отрицательная вот она это и делает их небезопасными подарив не тот подарок к сожалению можно привлечь неприятности к обеим сторонам то есть и к дарителю и к тому кто кому подарок этот предназначался так все же какие же подарки нельзя принимать в свой день рождения или любые другие праздники если мы сами будем брать во внимание народные приметы которые передались нам от наших предков то существует целый перечень вещей которые не дарятся не родственникам не друзьям первом случае такие подарки в такими подарками вы испортите ваши отношения ну а во втором случае вы притянете ряд неудачи и проблем жизнь человека которому сделали такой подарок давайте рассмотрим некоторые из подарков которые обладают вот этими негативными свойствами способными изменить жизнь человека ведь эти знания обезопа обезопасят вас от всего плохого и так друзья наши предки с осторожностью относились ко всем видам часов так как считали что им присуща не только сильная энергетическая сила но и мистическая поэтому часы ни в коем случае не могут быть подарком запомните одно из самых известных народных примет есть народная примета которая говорит нам о том что часы подарить это к расставанию или к размолвке а также могут прекратиться отношения между людьми которые любят друг друга в тот момент когда часы остановится тоже можно сказать и о дружбе между людьми многие считают что часы будут отсчитывать время до конца жизни и вы знаете если вы решили подарить вот такой вот красивый аксессуар то вы должны понимать то что это нужно сделать правильно как это сделать давайте с вами это проговорим ведь нужно преподнести такой подарок чтобы вам получилось обойти плохие народные приметы и ничего не оказало влияние на счастье того кому вы хотите преподнести вот такой вот прекрасный подарок итак потрите во первых лавровым их листом затем разомните его и выбросите на природе при этом проговорите такие слова этот подарок дорогому мне человеку преподношу будет его оберегать защищать и негатив от него отгонять это не только не притянет данному человеку негатив но и выступит для данного человека в роли оберега когда вам подарят часы близкий для вас человек вы должны обязательно дать ему символическую плату за преподнесенный подарок эти деньги превратят ваш подарок соответственно в покупку поэтому весь негатив подарка сведется к нулю и когда будете давать символическую плату обязательно скажите слово оплачено можете сказать про себя но главное представляйте что вы в данную секунду оплатили за этот подарок даже в народе говорят что откупиться от неприятных моментов нужно левой рукой тогда как тот кому вы ее даете должен взять ее правой рукой если вам подарил часы и не близкий для вас человек не нужно сразу думать о плохих последствиях о том с каким умыслом был сделан такой подарок примите его с улыбкой и поблагодарить и потом решите как быть с таким подарком если часы вам нравится вы хотите их оставить у себя то проделайте пожалуйста следующую практику и так положите их на подоконник и положите на циферблат несколько крупных крупинок соли и при этом проговорите такие слова соль негатив питай его из моей жизни убери его с этих часов и из моей жизни убери взамен светлыми энергиями их надели а меня окружи и пусть так полежат до утра утром соль стряхните на лист белой бумаги затем смойте обязательно под проточной водой лист сожгите пепел развейте после проделанного носите их с удовольствием и ничего не бойтесь если часы вам не нравится то лучше всего передарите либо как вариант продайте также наши предки верили в то что подаренный нож обязательно скажется на отношениях дарителей того кому сделан такой подарок этот предмет может вызвать семье конфликты ссоры а также это что человека постоянно будет преследовать неудачи разного рода нож запомните наноситель мощной энергетики не только хороший но и плохой если ваш друг охотник или как вариант любит коллекционировать например ножи и вы хотите преподнести ему вот такой вот про подарок то знаете что сувенирный и охотничные охотничьи и ножи дарят в ножнах в чехле в коробке лезвие обращаем ваше внимание обязательно должно быть скрыто и это говорит о том что ваш подарок не несет в себе никакой угрозы обратите пожалуйста на это внимание ну а чтобы обезопасить себя и того кому такой подарок предназначается возьмите символическую плату монеткой белого цвета можете взять любого номинала именно она снимет энергетику всех плохих народных примет так как человек заплатит вам за этот нож а значит купите его это одно из устоявшихся правил которые способны вас обезопасить поэтому все таки лучше придерживайтесь его сделайте такой подарок один на один чтобы среди гостей не нашелся человек который может какими-то высказываниями испортить отношения одариваемого и этим притянув своими мыслями негатив его жизнь если вам преподнесли нож в подарок и вы вот прямо на интуитивном уровне сомневаетесь чистоте помыслов дарителя то посыпьте ваш подарок солью на три минуты затем смойте и и представляя о том что если на нем было что-то плохое то все уходит так вы снимите с него негативное влияние среди людей даже бытует шутка что нет лучшего подарка чем носки и нижнее белье давайте здесь разбираться что же здесь не так да такие подарки очень распространены особенно с нами сейчас такое современное время особенно носки вы можете купить со всевозможными картинками изображениями со всякими интересными моментами и так далее но с этим тоже обстоит дела не очень просто считается что если супруги дарят друг другу белье то это на энергетическом уровне подталкивает их к разрыву отношений или изменим если жена дарит мужу носки то это только как бы к тому что в новых носках ему будет проще уйти к другой женщине белье это интимные вещи если вы преподносите их близким людям также возьмите у них символическую плату бумажной купюрой за эти вещи другим вариантом чтобы приобрести такой подарок нужно отправиться в магазин вместе а и отдать тому кому вы его преподносите деньги и чтобы данный человек сам за него заплатил категорически нельзя дарить такие подарки чужим людям запомните так как такой подарок может перекрыть не только энергетические каналы того кому он преподнесен но и ваши что притянет проблемы и неприятности далее посуда и кухонная утварь хотим вас разочаровать и сказать о том что посуда и кухонная утварь это не лучший подарок согласно правилам этикета лучше таких подарков вообще не делать народные приметы также утверждают о том что лучше не дарить такие вещи так как такая посуда может привести к духовной опустошенности и даже к всевозможным финансовым потерям если же вы решили подарить например такой подарок то на этой посуде не должно быть никаких изъянов дефектов потертостей если это будет то такой президент станет причиной конфликта в семье того кому он преподнесен между ними будут возникать ссоры недомолвки в семье еще один гармония и взаимопонимание в емкости нужно положить по монете это нейтрализует негатив связанный с пустотой из бедностью если в качестве подарка преподнести столовые приборы то с ними можно отдать свои проблемы и неудачи другому человеку а тот кто примет вот такой вот подарок к сожалению будет иметь в жизни много негативных последствий если отказаться от такого подарка у вас нет возможности дайте за него символическую плату а затем уже сами решите как с ним вам поступать дальнейшем далее друзья галстуки и тапочки их также не стоит дарить почему не стоит этого делать галстук можно подарить только очень близкому человеку так как эта вещь говорит об интимных и связанных на энергетическом уровне отношениях если подарить такой галстук человеку с которым начинаются отношения то с точки зрения народных примет это говорит о том что вы хотите крепко привязать к себе все что связано с таким подарком зависит от того с каким намерением дарится такой подарок это может быть как просто подарок таки то чтобы навязать свои чувства которые будут мешать мужчине избивать его с пути поэтому мужчине нужно думать от кого принимать такой подарок если чем-то не уверены лучше отказаться от него даже если вы этим и обидите того кто вам его преподносит если вы просто хотите подарить галстук парню лучше если он будет черного запомните синего или серого цвета он может быть как однотонным таки иметь рисунок такой галстук не несет никакого посыла потому что он нейтрален в этом случае поэтому не будет притягивать никакие не нужны энергии и что немаловажно вызывать какие-то любые какие-то эмоции опасения далее домашние тапочки вы можете дарить только самым близким людям обратите на это внимание которые вас окружают которые правильно поймут и раз они такой подарок и не подумают что этим подарком преследуется какая-либо негативная цель мало знакомую или не очень близким людям не стоит делать такие подарки так как народные приметы тапочках даже если вы не преследуете ничего плохого не позволит им принять от вас такой подарок одна из них народная примета говорит о том что такой подарок расставанию к разлуке а другая еще более грустная связанная с бедами и даже несчастными событиями не стоит такой подарок и в особенности делать пожилым людям но если вы хотите подарить теплые яркие удобные тапочки чтобы отвлечь от народных примет тогда возьмите взамен две монеты превратив таким образом уже подарок в продажу а выйди на улицу бросьте их через левое плечо пожелав данному человеку счастья здоровья и всего самого наилучшего только пожалуйста делайте это от души это уберет негативный смысл такого подарка ну а как же быть цепочками и браслетами вы знаете цепочка в качестве подарка не от родного человека не лучший подарок так как неизвестно с каким умыслом сделан этот подарок может быть даритель таким подарком хочет навести порчу или сделать переворот для таких целей цепочка подходит лучше всего так как плотно прилегает к телу поэтому с такими подарками нужно быть очень аккуратными принимать их только от тех в ком вы уверены такие люди не желают вам зла цепочка от родного человека способна стать оберегом так как пропитанная энергия любви близкого человека подаренная цепочка любимой женщины говорит о том что если вы пока не женаты то скоро станете супружеской пары не все такая цепочка порвется то разрыв отношений будут не минуев но чтобы народные приметы не сбылись заплатите за нее мелкой монеты она нейтрализует все негативное что могло прийти в вашу жизнь таким подарком затем подержите под проточной водой и проговорить обязательно такие слова это цепочка все положительные желания воплотить помогает только светлой энергии привлекает то же самое касается такого подарка как браслет а а вот шкатулки дикате декоративные свечи в виде подарков давайте об этом проговорим моменте шкатулка принимая ее в подарок нужно знать что пустая шкатулка приносит материальные проблемы потери денежных энергий для того чтобы этого не случилось вам должны подарить скат шкатулку с желтой монетой большого номинала внутри или с любой купюрой поэтому девочки и мальчики обязательно думайте перед тем какой подарок и от кого вы принимаете ведь это способно сохранить вашей энергии в целостности и не принести вам никакого вреда вообще обращайте на то кто вам дарит и как вам дарит потому что очень часто с подарками отдают свои проблемы и неприятности и так далее помните об этом друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя девочки мальчики обязательно подписывайтесь на наш канал где оставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии но мы с вами друзья уже услышимся буквально в следующем видео